14 век. Чума пришла как гром среди ясного неба и моментально расползлась по планете. Эпидемия скосила пол Земли. Врачи в поисках защиты облачились в плащи из толстой кожи и грубой ткани, пропитанной воском. Лица спрятали под продолговатыми масками. Точь в точь униформа палачей. Вспышки чумы регистрировали вплоть до 19 века. Абсолютное непонимание причин возникновения чумы и отсутствия способов борьбы с ней делали эту болезнь еще более страшной и ужасной. Люди просто были в отчаянии и единственное, что им оставалось сделать, это бежать из своего города или деревни сразу, как только там кто-то заболевал. 16 век. На американский континент хлынул поток людей со всего мира. Тогда же медики стали фиксировать первые случаи оспы. От смертельной сыпи позже скончались 500 миллионов человек. Вакцину нашли спустя 200 лет. Эту болезнь победили Моцарт, Сталин, Глинка и Горький. Холера. Эта зараза одолевала землю 7 раз. Первая волна пришла в начале 19 века. Уже в 30-е годы болезнь вовсю орудовала в царской России. С недугом боролись в Германии, Франции, Великобритании и других уголках Старого Света. Инфекция перебралась за океан. Погибли миллионы. Среди них и жители Бобруйска. Тогда вот холера не щадила бывает ни там рядового, ни генерала. Сюда очень много беженцев. Тысячи беженцев у нас располагались возле железнодорожного вокзала, еще там в таком районе возле Березины, где построены были где-то бараки, где-то люди просто в каких-то палатках ютились. И эпидемия холеры была очень такой значительной. Косило людей, смертность была высокая. Испанка – самая чудовищная эпидемия за всю историю человечества. Мор проходил в последние месяцы Первой мировой. За полтора года заболели полмиллиарда жителей. Сто миллионов погибли. Заболевали в основном люди от 20 до 40. Жертв от испанского гриппа было больше, чем от военных действий. 20-й век начался очень жестокой пандемией. 18-го года, так называемая испанка. Она связана тоже с животными, это свиньи. Мы этот вирус потом встретили в 9-м году. И когда погибло 2 миллиона человек, вымирали целые города. Вот представляете, какой-нибудь маленький город на Аляске, например, и он целиком в период этой испанки исчезает. В конце 20-го века мир накрыла новая волна чумы – СПИД. Сексуальная революция помогла вирусу распространиться по всей планете. Врачи ищут вакцину и по сей день. За 25 лет от СПИДа умерло 25 миллионов человек. Зараженных – больше 40 миллионов. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.